дорогие друзья знаете ли вы что такое взаимная подписка наверняка вы встречали в комментариях такие сообщения подпишись на меня я подпишусь на тебя давай подпишемся друг на друга обменяемся подписками канал вырастет особенно это актуально становится в свете правила 1к 4к когда для монетизации канала необходимо иметь на нем не менее 1000 подписчиков и не менее 4000 часов просмотра видеоролика за последний год поэтому многие авторы начинают злоупотреблять этой самой взаимоподпиской и я хочу в этом видео объяснить вам что взаимоподписка это зло применять ее не нужно она вам вредит она несет вам пользу она нарушает правила youtube если вы прочитаете внимательно правила вы можете понять что взаимная подписка на ютюбе в принципе запрещена но почему даже если пренебречь этим почему она не является эффективным решением ну во первых далеко не все действительно будут на вас подписываться те кто пишут такие комментарии те кто обещают взаимоподписки разные группы взаимоподписок им важно чтобы вы на них подписались а уж они могут подписаться и тут же отписаться либо вообще не подписываться на вас таким образом прирост то будет не столь значительным в количестве подписчиков и вы особо ничего не выиграете но это не главное а главное то что такие подписчики это по сути то же самое что и накрученные боты они не создают никакую активность они не будут смотреть ваши ролики взаимоподписчики это просто по сути боты которые мертвым грузом висят на вашем канале они не будут являться активными зрителями вашего канала а значит вы не наберете второй показатель 4000 часов просмотра ваших видеороликов поэтому в подавляющем большинстве случаев такая взаимоподписка будет только вредить вашему каналу и не нести ничего положительного если вы хотите действительно развивать ваш канал то вам нужно работать над контент стратегии над фактором обнаружения на тем чтобы понимать кто ваша целевая аудитория какие ролики она хочет видеть и что вы можете ей дать что вы можете и предложить и работать систематически регулярно выпускать видео оптимизировать их учитывать пожелания зрителей не тратя время на всякие разные взаимоподписки не занимаясь накруткой и не нарушая правила ютюба только так вы сможете развивать ваш канал и думая что вы каким-то таким вот простым непонятным образом типа взаимоподписки и решите все ваши проблемы на ютюбе вы допускаете кардинальную ошибку вы подменяете систему понятия систему ценностей на какие-то ложные не имеющие отношения к реальности определения поэтому не занимайтесь взаимоподпиской не ведитесь на предложение взаимоподписки и не распространяйте никаким образом информацию о взаимоподпиской на платформе это вредно это не будет вам никак способствовать никак вам помогать надеюсь что я ответил на этот часто задаваемый вопрос взаимоподпиской заниматься не нужно спасибо за внимание дорогие друзья с вами я кону дэн мы говорим про youtube и в следующих видео будет еще много интересного подписывайтесь всем пока